Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компонент Мирал Маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о том, что Tesla не включили в индекс S&P 500, чем завершилось падение на рынке, которое длилось в четверг и пятницу. Ну и также поговорим о данных рынках труда, которые были опубликованы в пятницу. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, в пятницу были опубликованы данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Данные вышли лучше ожиданий, но реакция на рынок особо не повлияла. То есть мы все-таки видим, что падение технологичных компаний было более задействовано в пятницу и четверг на рынке. Поэтому фактически данные не воспринялись рынком в текущий момент. То есть мы видим, что данные вышли лучше прогнозов. Ожидалось снижение на 7,5 миллионов, но по факту было создано почти полтора миллиона новых рабочих мест за этот период. Конечно, мы понимаем, что было довольно-таки большое сокращение. Сейчас темп восстановления будет выше. Если в среднем мы видели прирост по месяцам, то есть то 70 тысяч, 200 тысяч, то сейчас он растет скачкообразно. То есть 2,5 миллиона, 4 миллиона, 1,5 миллиона и, соответственно, сейчас рынок в этом отношении восстанавливается. Также хочу отметить снижение безработицы, которое в данном случае уже идет на 8,4% против 10,2%. Ну и в целом, соответственно, сейчас текущая ситуация, которую мы видим, она говорит о все-таки восстановлении экономики на текущий момент. И все показатели, которые выходят, они, безусловно, говорят о позитиве в текущий момент. Следующее событие, которое хотелось бы разобрать. Во-первых, мы с вами были свидетелями в четверг и пятницу довольно-таки серьезного падения. Но опять же, падение назвать вряд ли можно. То есть это была все-таки коррекция, коррекция была там в ключе 6%, то есть это вполне стандартное явление. Если мы с вами также откроем, например, индекс S&P 500, ну раз мы говорим об этой ситуации, то важно тоже провести аналогию. То есть мы видели коррекцию в июне, да, коррекция была порядка 8%, мы видели также несколько коррекций, которые были в период роста. То есть коррекции были там в районе также 5-6%, а сейчас коррекция, которая была, ну мы берем по индексу S&P 500, то есть в моменте она достигала 6%, то есть она идет в рамках стандартной коррекции при растущем тренде. Собственно, сейчас никаких драйверов для изменения данной ситуации нет. Но важно отметить то, что как раз те компании, которые были бенефициарами роста, начиная с марта, это технологичные компании, вот они-то как раз и сильнее всего упали. И, соответственно, здесь мы с вами видим, что, например, показатели за прошедшую неделю, то есть мы видим небольшой прирост как раз в защитных секторах, это utilities, то есть ЖКХ, consumer defensive, basic materials, то есть вот эти сектора несколько восстановились. То есть мы хоть здесь и не видим отрицательную динамику, но падение по технологичному сектору, оно было гораздо больше. Ну и также, если мы берем в разряде месяца, то технологии находятся в небольшом росте. Конечно, за последние три месяца, за последние полгода все равно технологичный сектор, он находится наверху. Отстает у нас энергетика, ну и за последний год больше всего отстает как раз ЖКХ, в данном случае мы видим. Ну и самое большое падение как раз по энергетическому сектору, по real estate, то есть по недвижимости. А технологии все-таки пока еще остаются на первом месте с точки зрения показателей за текущий год. Также одним из событий, которые были прикованы к рынку, это было заявление в пятницу, в котором было сообщение о том, что Tesla не берут в индекс S&P 500. Вероятно, посчитали, что Tesla не совсем стабильная компания, которую стоит туда включить. Ну и собственно, это было вразрез тем ожиданиям, которые предполагали аналитики ведущих компаний. То есть все практически ждали, что Tesla туда попадет, но нет, Илона Маска все-таки огорчили в пятницу. Видимо, на выходных он несколько расстраивался по этому поводу. Давайте посмотрим, какие компании включили вместо Tesla. То есть это компания Catalan, это производство медикаментов, drug manufacturing. Мы видим также, что компания несколько перекуплена по P-Ratio. То есть мы видим, что компания на текущий момент тоже выглядит довольно-таки дорогой. Ну то есть опять же, здесь, если сейчас мы посмотрим все три компании, то есть они тоже несколько выглядят перекуплены, но не так сильно, как собственная Tesla. Все-таки здесь, я так понимаю, что решили расширить, ну несколько диверсифицировать по секторам те компании, которые будут включены. Следующая компания это Etsy, это интернет-ретейлер. Также компания находится в consumer cycling секторе. Ну и собственно здесь мы тоже видим P.E. довольно-таки высокий. И третья компания это Teradyne, это производство чипов, semiconductor equipment materials, сектор технологий. Ну вот фактически по мультипликаторам эта компания, наверное, выглядит более интересной. Но опять же здесь, я думаю, что если эти компании были у вас уже до момента включения в индекс S&P 500 в портфеле, то это будет определенным драйвером попасть в target list для покупок уже у другого числа людей. То есть в принципе это может привести к некоторому росту. Но опять же это не говорит о том, что компании будут обязательно расти, точно так же, как и Tesla, то, что они включили, они обязательно будут падать. Вполне вероятно, что по ней будет коррекция, но опять же включение в индекс это не является каким-то драйвером, который влияет на доходность компании, на выручку компании, ну и так далее. Поэтому также за этими компаниями стоит наблюдать и возможно в один момент их будет довольно-таки эффективно тоже добавить в свой инвестиционный портфель. Но еще раз, да, то есть Tesla, если мы точно так же здесь в объем данные по Tesla, то фактически из всего технологичного сектора это выйдет самая перекупленная компания. И сейчас больше тысячи, то есть компания окупается за тысячу лет, да, что, ну, безусловно, выглядит очень странно. Понятно, что, то есть в компании капитализация увеличивается не так, как увеличивается доходность, не так, как увеличивается выручка, маржинальность остается пока на достаточно низком уровне, да, EPS растет, то есть квартальный там вырос на почти 120%, но тем не менее, то есть пока Tesla все-таки выглядит довольно-таки перекупленной и если уж вы решите добавлять ее в свой портфель, то нужно это делать максимально аккуратно и опять же использовать коррекцию, то есть те коррекции, которые были, например, на прошлой неделе. Также из последних событий, которые идут уже по торговой войне США с Китаем, да, Китай сообщил о рекордном росте экспорта, экспорта в США, вот импорт подупал, соответственно экспорт вырос до 9,5%, это выше, чем, собственно, ожидалось, экспорт вырос на 7%, начиная там с прошлого года. Ну, опять же, это было связано с периодом пандемии, да, то есть когда все было закрыто, это увеличило запросы оборудования из Китая, то есть такие, как компьютеры, например, то есть заказы стали увеличиваться, ну и, собственно, Китай их полноценно поставлял. Сегодня, если перейти уже к сегодняшнему дню, то сегодня в США это выходной день, да, то есть важно об этом помнить. День труда, ну, собственно, отчитались по рынку труда в пятницу, ну и понедельник можно отдохнуть, поэтому сегодня рынок, на рынке нет американских участников, то есть биржи американские будут закрыты, соответственно, акции тоже будут закрыты. И о всех идеях, которые вы хотели бы реализовать сегодня, то есть нужно подходить к этому крайне аккуратно, потому что волатильность может быть довольно-таки высокой. И лучше, на мой взгляд, дождаться вторника, и тогда уже там открывайте сделки, по которым вы получаете сигнал, потому что здесь движения могут быть вразрез как раз тем рыночным ситуациям, которые сейчас происходят. Поэтому, на мой взгляд, здесь для открытия новых позиций нужно дождаться вторника и тогда уже их открывать. Итак, сегодня у нас день труда в Канаде, день независимости в Бразилии, ну и, как я уже сказал, день труда в США. Во вторник будут опубликованы данные по квартальному ВВП в еврозоне, здесь ожидается на прогнозном уровне, то есть предыдущее значение было минус 12,1%, ожидается, что выйдет показатель точно такой же. В среду будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда, то есть здесь мы видим то, что оно несколько снизилось, то есть предыдущее значение было 5,8 миллионов открытых вакансий, и сейчас уже, ну, видимо, так как часть вакансий уже была закрыта, то есть ожидается снижение до 5,1 миллионов. В четверг выйдет пакет данных по еврозоне, во-первых, это решение по ставкам, по депозитным ставкам, по процентной ставке, по ставке маржевого кредита, ну и пройдет также пресс-конференция ЦБ. То есть здесь этот день будет крайне насыщен именно для Европы. Ну и пятница закроется данными по ВВП в Великобритании месячной, и также квартальный ВВП будет опубликован тоже в пятницу. Здесь предыдущее значение ожидалось минус 20, но здесь пока не вижу прогнозных, видимо, пока эта информация еще не поступила. Ну и производство в обрабатывающей промышленности. То есть сейчас, ну тоже неделя может быть довольно-таки интересной, довольно-таки волатильной. Сезон отчетов уже завершился, поэтому будет небольшой месяц перерыва, но тем не менее сейчас как раз та коррекция, которую мы фактически ожидали. То есть пока нет никаких признаков того, что текущая тенденция у нас на рынке меняется, да, то есть по крайней мере фундаментально. И фактически мы получили на прошлой неделе коррекцию, которую мы можем использовать как раз для входа в те активы, которые продолжают свое движение, и за которыми мы отслеживаем. То есть ну начнем с евро. То есть пока евро у нас движется в восходящем канале, мы подошли к области поддержки, поэтому здесь вблизи текущих уровней 1.18, 20, 1.18 ровно, 1.17, 80. Я как раз буду искать для себя покупки с целями движения уже дальше на 1.20. То есть пока все остается в рамках текущего тренда, текущей ситуации, я продолжу покупать. То есть по крайней мере буду это делать, пока цена торгуется выше отметки 1.17, 60. Это область минимальной значения, которую мы видели, собственно, в августе, да, последний коррекционный уровень. Поэтому при подходе к данному уровню и при появлении как раз сигнала на продолжение движения, здесь данные покупки я буду рассматривать. Ну, собственно, эти покупки могут сформироваться и сегодня, если цена сможет закрепиться выше максимальной значения, которые были сформированы вчера. При коррекции обратно в эту область, в область 1.18, 60, 1.17, 80, то я здесь буду покупать как раз с целями до 1.20. По британской валюте также мы находимся в области поддержки, поэтому с текущих уровней также интересно заходить на продолжение роста. Но опять же с точки зрения часового таймфрейма, пока мы не получили подтверждение на возобновление восходящего движения. Поэтому мы ждем это подтверждение и тогда уже будем заходить по тренду. Пара американский доллар, канадский доллар сейчас корректируется. Сейчас мы видим рост, но пока, то есть вот из этих трех валют канадец выглядит менее интересно, потому что все-таки он находится довольно-таки близко к минимальным значениям и более затяжная коррекция здесь может произойти. То есть сейчас с точки зрения часового таймфрейма у нас коррекционно восходящее движение все еще продолжается, поэтому за канадцем тоже продолжаем наблюдать. Сейчас пока идеи для входа на продажу данную пару я рассматривать не буду. Пара американский доллар, японская иена, находится, как мы обсуждали на прошлой неделе, практически в середине диапазона 106.90-105.20. То есть собственно вот от 106.90 как раз вот если в эту область мы придем, если там появится сигнал на начало нисходящего движения, то есть вот оттуда я бы данную валютную пару продал. То есть сейчас пока мы можем равнозначно как сходить так и вниз, так и вверх, то есть мы находимся вот в середине этого диапазона, а в таком случае открытие сделок оно не всегда интересно. Но в целом опять же тенденция на снижение американского доллара у нас остается, поэтому чем выше мы будем здесь забираться, тем более интересно будет как раз открытие сделок на продажу по данной паре. Австралиец также скорректировался, мы дошли до области поддержки, которая была сформирована в пятницу. Сейчас австралиец несколько подрастает, но опять же очень похожая картина как и с евро. То есть пока мы не увидим уход выше максимальной значения пятницы, о покупках здесь покупки я обходить конечно не буду. То есть посмотрим как сегодня будем торговаться, вполне вероятно, что сегодня волатильность будет крайне низкая, тем более уже Австралия заканчивает свою торговлю, а Америки сегодня не будет, поэтому рынок может быть не очень волатильным. То есть если пойдут какие-то активные движения без Америки, то безусловно это может произойти, но скорее всего сегодня будем в таком вялом режиме торговаться. Поэтому по австралийцу тоже ждем завершения данной коррекционной формации и будем уже рассматривать вход на покупку. По новозеландцу здесь у нас пока продолжается коррекция, тоже в пятницу пытались остановить это движение. То есть в принципе новозеландец упал меньше, чем австралиец, поэтому пока он выглядит менее интересным от этих двух валютных пар для входа на продолжение тренда. Но если коррекция продлится, если мы дойдем до 65.80-65.50, то оттуда опять же вновь начинать набирать позицию на покупку, будет довольно-таки интересно. Золот, продолжая присматриваться к покупкам, пока мы находимся в фанезе нисходящего движения, то есть с точки зрения часового дневного таймфрейма, мы находимся в достаточно неплохих уровнях для покупок с целью продолжения роста как раз на локальный максимум, которые были сформированы в начале августа. В принципе сейчас выглядит неплохо для того, чтобы начать покупать, но пока нет сигнала с точки зрения часового таймфрейма. Поэтому ждем подтверждения, завершения вот этой коррекции, которая началась на прошлой неделе, и тогда уже золото также будут добавлять свой, искать позиции по золоту. DAX на фоне падения с NP500 также довольно-таки неплохо скорректировался. Опять же мы сейчас находимся в области поддержки 12747, если уже заходить на покупки, то со ступлостом за минимум 20 августа, но пока, опять же, здесь я этого делать не буду, то есть я пока все-таки дождусь, вполне можем что продавить еще ниже. Соответственно здесь я буду ждать все-таки локального подтверждения начала восходящего движения, которого пока нет. То есть мы на прошлой неделе начали нисходящее движение, которое, ну, практически вот сейчас третий день у нас сохраняется, и вот его завершение нам и нужно для последующих покупок. S&P 500, опять же, в хорошей зоне для того, чтобы начать его покупать, да, то есть область 3400, то есть мы как раз сейчас тестируем максимум февраля этого года, да, то есть который мы обновили, и от него как раз у нас может пойти следующее движение на 3600, на 3700 и так далее. Поэтому сейчас тоже неплохие уровни для того, чтобы начать следить за S&P 500 более активно, то есть те подтверждения, которые на рынке могут произойти с точки зрения продолжения как раз восходящего движения, их стоит воспринимать для покупок. Тем более, пока фундаментальный фон не меняется, скорее всего S&P 500 продолжит расти, но и до выборов, которые будут 3 ноября, у нас еще остается время, скорее всего, рынок будут поддерживать. Хотя мы с вами уже обсуждали то, что сентябрь-октябрь в год выборов не самые хорошие месяца, тут фактически два худших месяца за весь год, то есть год, когда проходят выборы, поэтому коррекция здесь, конечно, может еще продолжиться, но, скорее всего, это может быть какой-то боковик, то есть мы на 3400 можем остановиться, потом на 3600 опять вернуться, потом опять скорректироваться, но, опять же, покупки, они более интересны на текущий момент, чем продажи, поэтому все коррекции, которые здесь будут происходить, если будут появляться сигналы на продолжение роста, я буду в них заходить сегодня, пока на сегодняшний день позиций нет. По Brent тоже мы довольно-таки неплохо скорректировали, сейчас уже торгуемся ниже августа, на уровне 41.80 сейчас находится цена по CFD на нефть марки Brent, то есть пока мы видим некоторое снижение, ну, то есть, во-первых, мы стали последние летние месяцы, мы гораздо медленнее росли, чем, конечно, после того колоссального снижения, которое было весной, ну, и, собственно, сейчас мы находимся в области поддержки, то есть, вполне возможно, от этих уровней опять нефть может начать восстанавливаться, но по нефти пока я позиции открывать на себя не буду. Ну, вот так у нас начинается неделя, очень активно она завершилась, и довольно-таки много интересных событий, которые могут на рынок появляться сегодня, но, безусловно, самым интересным является то, что на рынке произошла коррекция, которую как раз можно использовать для, во-первых, входа с точки зрения трейдинговых идей по тем инструментам, которые вы отслеживаете, ну, и также для добавления акций в ваш портфель, который на текущий момент корректируется. Ну, на сегодня это все, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, вопросы, которые у вас появились, оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся в среду, посмотрим, как открылась Америка, как торговались во вторых, ну, и в целом, что происходит на рынке. Всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, компания Admiral Markets, увидимся в среду.